Выделить это выражение, подчеркнуть это выражение в своей Библии, будьте добры, сделайте это, не беспокойтесь, это слова Иисуса Христа, не беспокойтесь, это и будет темой моего сегодняшнего обращения, не беспокойтесь, или разрушительная сила беспокойства. Почему беспокойство? Почему заботы настолько разрушительны? Для меня это даже не вопрос, для меня это библейское утверждение. Заботы, беспокойства действительно разрушительны, если бы они не были разрушительны, Христос никогда не предупреждал бы нас об этом. Но Он сказал это тогда, и слова Его правдивы по сегодняшний день. Не беспокойтесь, я постараюсь в следующих несколько минут ответить на этот вопрос, почему беспокойство, почему заботы настолько разрушительны? Вот с чего я хотел бы начать. Я очень сильно верю в принцип семи недель. Что я имею в виду? Я убежден на основании священных писаний, что вот это окно времени между Пасхой и Пятидесятницей очень важно. Повторю это еще раз. Окно времени, окно в семь недель между Пасхой и Пятидесятницей очень важно. На основании священного писания, и вы можете сами узнать, убедиться в достоверенности того, что я сейчас буду вам говорить, это в это окно времени между Пасхой и Пятидесятницей и сыновья Израилевы после сорокалетнего пребывания в пустыне начинают овладевать обитованной землей. Это в это окно времени между Пасхой и Пятидесятницей Наиминь возвращается с полей Моавицких. Уже не сама. Она ушла туда не сама и возвращается не сама. Она ушла туда с мужем и двумя сыновьями. И находясь там на чужбине, сыновья ее женятся на Моавитянках. И Библия говорит о том, что в течение десяти лет и муж ее, и два сына ее умерли. И она направляется назад. И только одна из невесток решается идти до конца. Имя ей Руфь. И возвращается Наиминь с Руфью в пределы Израильские, а именно в Вифлеем, в город Хлеба. Это окно времени между Пасхой и Пятидесятницей. Эсфирь вошла в присутствие Артаксекса. На страх своей личной жизни. В это окно времени между Пасхой и Пятидесятницей. Если Израиль в это окно времени начинает овладевать землей, то Наиминь и, следовательно, Руфь, или Руфь, а следовательно, Наиминь, в это окно времени, возвратившись с чужбины в очень разбитом состоянии, духовном, эмоциональном и финансовом, именно в это окно времени Руфь стала вхожа в одну из самых богатейших семей в Израиле. Именно в это окно времени Эсфирь, которая не знала, что с ней произойдет, решается войти в присутствие царя, будучи непозванной. Ей грозила смерть, но она пошла. И в это окно времени царь простирает к ней благоволение. Не только скипетр благоволения он простер к ней, но скипетр благоволения был протянут ко всем иудеям, которые находились в плену. И читающие Библию знают, что произошло. Я почувствовал сильное побуждение вскоре после того, как мы отпраздновали праздник Пасхи, праздник Светлого Воскресения Христова, говорить о душе, говорить о целостности наших душ. Потому что Христос не только Спаситель, Христос не только Автор и Совершитель нашей веры, Христос на равной мере является блюстителем наших душ. И я думаю, если вы спрашиваете у меня, что теология или учение, которое превозносит или дает преимущество духу, оно библейски необоснованно. Бог сотворил нас и сотворил нас такими, какими мы есть, не случайно. И в нашем следовании за Богом и дух важен, и душа важна, и тело важно. Вот почему апостол Павел, посланник фессалоникейца, молится о том, чтобы и дух, и душа, и тело были сохранены без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа. Вы знаете, не имеет значения, сколько у человека откровений. Не имеет значения глубина его познания Бога и близость его хождения с Богом, если его тело не может быть носителем его призвания, он или она, или они далеко не окажутся. Библия говорит, как блаженный, как благословенный ноги благовествующих мир. Нет, не дух. Как благословенный ноги, потому что для того, чтобы послание было озвучено, кто-то должен иметь физическую силу его озвучить. Кто-то должен иметь физическую силу, чтобы куда-то пойти. Поэтому в нашем следовании за Богом не только дух важен, целостность нашей души очень важна, и целостность нашего тела, здоровье физическое в равной мере очень важна. Если бы это было не важно, зачем Бог? Еще на заре человечества, если не на заре человечества, то вскоре, когда вывел Израиль из Египта, сказал, «Я Господь, Джагова, Рафа, Я Бог, исцеляющий Тебя». Если бы ему было неинтересно здоровье нашего тела, или мы здоровые в нашем теле, зачем бы он обещал исцеляющую благодать? Вот почему, и повторяю, далеко не первый раз, в нашем следовании за Богом дух важен, душа важна, тело в равной мере важно. Если ты веришь, закричи громко «Имен». Дайте мне услышать церковь, которая восклицает «Халлелуя». Итак, на нашей прошлой встрече мы говорили на тему «Одиннадцатая заповедь». Я цитировал из Марка, из одиннадцатой главы, где Христос говорит «Не обижай». Важность или токсичность обиды. Почему она настолько разрушительна в нашем следовании за Богом? Почему так важно беречь свое сердце, чтобы обида не пронзила нас? Почему так важно беречь твой дух, чтобы нам не просто или однажды обидевшись, не превратиться в обидчика, потому что к этому именно и сводится цель дьявола. Сегодня мы будем говорить о разрушительной силе беспокойства. Разрушительная сила беспокойства. Я слышал это утверждение, повторяю его еще раз. Искупленный дух, бесцелостной души – это дорожная карта для плотского христианства. Я повторю это еще раз. Искупленный дух, бесцелостной души – это дорожная карта к плотскому христианству. Что есть целостная душа? Это обновленный разум, это исцеленные эмоции, это сильная воля. Вот почему в этом доме, вот почему в этом служении мы уделяем целостности души очень большое внимание. Итак, начнем отвечать на вопрос, почему беспокойство, почему заботы настолько разрушительны, почему Христос предупреждает нас об этом. Во-первых, если вы конспектируете, можете записать. Никакое количество забот, никакое количество беспокойства, лучше сказать, никакое количество дней, недель, месяцев, проведенных в беспокойстве. Никакое количество часов, дней, недель, лет, проведенных в заботах, не решает проблемы. Если кто-то своей заботой решил проблемы, после служения подойдите ко мне и подскажите, как это у вас произошло. Никакое количество часов, никакое количество дней, никакое количество недель, месяцев и даже лет, проведенных в беспокойстве, проведенных в заботе, не способно решить даже самую маленькую проблему. Вы здесь или нет? Все, что беспокойство делает, оно убивает вашу радость сегодня, и оно похищает ваш мир в отношении вашего будущего. Все, на что заботы и беспокойство способны, это убить вашу радость сегодня, чтобы каждый день ты ходил с кислым лицом, а следовательно, с негативным отношением к окружающим тебя людям. Заботы воруют наш мир в отношении завтрашнего дня, потому что никакое количество, повторяюсь еще раз, часов, дней, недель, месяцев, лет, проведенных в беспокойстве, проведенных в заботе, не решает ни одной проблемы. Открывайте вместе со мной деяния апостолов. Это свидетельство апостола Павла о самом себе. Деяния апостолов, 20 глава. Если кому-то надо было беспокоиться, если кому-то надо было переживать, то это он, но он напрочь отказывается от этого. Деяния апостолов, 20 глава. В 18 тексте мы читаем, и когда они пришли к нему, он сказал, «Вы знаете, как я с первого дня, в который пришел в Асию, все время был с вами, работая, Господу, со всяким смиренно мудрием и многими слезами среди искушений, приключавшихся мне по злоумышлениям иудеев, как я не пропустил ничего полезного, о чем вам не проповедовал бы и чему не учил бы вас всенародно и по домам, возвещая иудеям и еленам покаяние перед Богом и веру в Господа нашего Иисуса Христа». Слушайте внимательно. 22 стих. Деяние 20, 22. «И вот ныне я по влечению Духа иду в Иерусалим, не зная, что там встретится со мной. Я иду туда по влечению Духа». И он признает, не зная, что там встретится со мною. Сколько из вас согласятся, что неуверенность в завтрашнем, мы же все хотим знать. Мы все хотим знать до последних деталей. Он говорит, «Я иду в Иерусалим. Я иду, ну нельзя сказать, я иду против своей воли, но я иду туда по влечению Духа. И я не знаю, что меня там ожидает». Вот незнание, что тебя Павел ожидает там, могло бы быть очень серьезным основанием для беспокойства. Незнание того, что ожидает тебя там, могло бы стать очень серьезным основанием для забот, для переживаний. Я не знаю, что там встретится со мною. Следующий, 23 стих. «Только Дух Святой по всем городам свидетельствует, говоря, что узы и скорби ждут меня». Я говорил об этом на первом собрании сегодня. «Только Дух Святой в одном городе засвидетельствовал». Нет, нет, нет. «Только я, во-первых, во-первых, я не знаю, что ждет меня в Иерусалиме, что само по себе хорошее основание для заботы и беспокойства. только в какой бы город я ни пришел, где бы я ни оказался, по многим городам, в многих городах, Бог использует людей, которые пророчествуют мне, что там, в Иерусалиме, куда я направляюсь по влечению Духа, узы и скорби ждут меня». Это не просто один какой-то пророк выскочил в каком-то городке, это периферийная церковь. «Так говорит Господь, узы и скорби, узы и скорби! В какой бы город он ни вошел, узы и скорби так сильно отличаются от современных американских пророков». «Узы и скорби!» Никто не хочет такое пророчество слышать. Мы даже уже поднаторели, у нас есть защит, щит веры, связывайте одевок. Павел никого не связывал, никого не называл лживым пророческим духом, но в какой бы город ни вошел, тук-тук, узы и скорби, тук-тук, узы и скорби, почему я об этом говорю? Потому что, мало того, что он стоял на пороге неизвестного, что могло бы стать причиной, основанием для беспокойства. Где бы он ни оказался, пророческим даром было сказано, через пророческий дар, узы и скорби. Переживай! Волнуйся! Если хочешь, истерики закатывай, но он продолжает, и я предлагаю этот стих вам. «Но я ни на что не взираю и не дорожу своей жизнью, только бы с радостью совершить поприще и служение, которое я принял от Господа Иисуса, проповедовать Евангелие благодати Божией». Я ни на что не взираю. Мое незнание моего будущего – это не платформа, это не основание для беспокойства. Пророческие речи, которые я слышал в свой адрес, это не основание для беспокойства. Один за одним пророки говорят мне, что узы и скорби меня ждут. Меня, я не взираю на это. Это не колеблит пославание под моими ногами, потому что мое желание, слушайте внимательно, я хочу, я стремлюсь к тому, чтобы мне с радостью, даже не в вере почему-то, но чтобы мне с радостью исполнить свое служение. Почему? Потому что радость – это оружие, которым мы сможем отодвинуть, которым мы сможем оттолкнуть, которым мы сможем противостать заботам и беспокойству. Радость перед Господом – это сила наша. Я не взираю ни на что. Я не позволяю, чтобы мое незнание будущего, завтрашнего дня, стало основанием для моего беспокойства. Беспокойство разрушительно. И я с радостью хочу пробежать то поприще, которое самим Богом предназначено для меня. Почему вы думаете, в Священном Писании так много внимания уделяется радости? Радость перед Господом – это наша сила. Радостью буду радоваться о Господе. Возвеселитесь, праведные, восплещите Ему, воздайте хвалу Ему. Так неоднократно звучит призыв к нам, рожденным свыше людям, чтобы в радости сердец привознести Господа, потому что по мере того, как мы радуемся перед Ним, по мере того, как мы позволяем радости завладеть нами, заботы, беспокойства становятся такими ничтожными, такими незначительными. Я так скажу, по мере того, как вырастает гора забот и переживаний, наша радость становится меньше. Но по мере того, как мы восходим на высоты радости, переживания, беспокойства и заботы становятся меньше. Мы делаем выбор, но беспокойства, заботы очень и очень разрушительны. И наша победа над разрушительной силой, заботой, переживаний сводится к тому, чтобы облечься радостью. Ты возлюбил правду и возле не видел беззаконие, написано в одном из цаунов, посему помазал тебя Божий Бог твой елеем радости более всех твоих соучастников. Скажи, я буду. Скажи громче, я буду. Скажи громче, я буду. Я буду радоваться о Господе. Потому что по мере того, как елей радости выливается на нашу голову, по мере того, как елей радости становится нашим уделом, проблемы становятся меньше и меньше, меньше и меньше. Вы здесь или нет? Я помогаю кому-то? Во-вторых, заботы и беспокойства. Заботы и беспокойства за недостатком лучшего слова удушают. Заботы и беспокойства перекрывают кислород, я так еще скажу, для Слова Божия. Я не могу помочь себе. Мне надо опять посмотреть вместе с вами в притчу о сеятеле. Ну, уже как лишенная рассудка. О чем бы ни говорили, всегда возвращаемся. Это все дороги ведут в Рим. Все дороги ведут к притче о сеятеле. И что в притче о сеятеле? А в притче о сеятеле все очень просто. Сеятель – слово «сеет». Да? Марка 13 глава, Марк 4 глава, Лука 8 глава. Можете 8 открывать, мы посмотрим в один стих. Матфея 13, Марк 4, Лука 8. «Сеятель сеет слово» и по мере того, как сеятель сеет слово, прилетели птицы и поклевали. Это посеянное при дороге. Еще какое-то семя упало на каменистую почву. Скоро взошло. Ну, как не имело корня, засохло. Еще какое-то семя упало между тернями. И вот Христос дает нам объяснение. Луки 8 глава. Луки 8 глава. 14 стих. «А упадшие в тернии – это те, которые слушают слово, но отходя заботами, но отходя переживаниями, но отходя беспокойством. Беспокойство, забота, переживания имеет силу, имеет способность отрезать нас от источника, а источником является слово Божие». Еще раз. «Упадшие в тернии – это те, которые слушают слово, но отходя заботами, богатством и наслаждениями житейскими подавляются. Заботы, беспокойство, переживания способны подавить. Заботы, беспокойство, переживания способны заглушить. Если сравнивать слово Божье с огнем, то заботы, беспокойство, переживания способны потушить. А слово Божье – это огонь. А слово Божье – это молот. Но заботы, но переживания, но без покойства способно заглушить этот огонь, потушить этот огонь, остановить эту силу. И, признаться, я только сегодня утром увидел одну вещь в 14 стихе. Правда, чтобы увидеть полноту, я должен был заглянуть в английский перевод. Поэтому цитирую для вас в английском переводе 8.14. «Упадшие в тернии – это те, которые слушают Слово, надходя заботами, беспокойством, переживаниями, богатством, наслаждениями житейскими, подавляются, заглушаются и не приносят плода». Это русский перевод, английский говорит. «И не могут принести плода в совершенстве, не могут принести созревшего плода». В жизни этих людей нельзя сказать, что плода нету, он просто несовершенный. Вот виноград, от которого... Как она? Яблоко, которое... Как бы плод есть. Нельзя сказать, что плода нету, но он незрелый. Заботы, беспокойства, переживания не дают нам возможности стать зрелыми, как по мне, настоящими христианами. Есть что-то 50-50. Немножко христианин, немножко нехрист. Немножко хороший, немножко так себе. Немножко милый, немножко немилый. Почему заботы, почему беспокойства, почему переживания не дают последователю Иисуса Христа, слушающему Слово, принести плод, целостный плод? Используется в английском переводе maturity. Они не могут принести созревшего плода. Он как бы есть, но его нету. Радость как бы есть, но она несовершенная. Любовь как бы есть, терпение как бы есть, сострадание как бы есть. Есть, нельзя сказать, что нету, но не доведен плод, не созрел полностью. Нету целостности. Знаете, почему нету? Потому что есть переживания, потому что есть забота, потому что есть беспокойство. Теперь для нас становится понятным заявление Иисуса Христа. Не беспокойтесь, потому что беспокойством не решаются проблемы. Беспокойство убивает нашу радость сегодня и лишает нас мира в отношении будущего. Не беспокойтесь, потому что по мере того, как беспокойство наполняет ваше сердце, наполняет ваш дух, ваше хождение в Боге не может быть зрелым. Я так подозреваю, что львиная доля последователей Иисуса Христа – это сегодня незрелые духовно люди, потому что позволяют беспокойству, позволяют заботам, позволяют обеспокоенности наполнить их сердце. И в результате их хождение с Богом не такое, каким бы сам Бог хотел его видеть. Вы здесь или нет? Если вы принимаете что-то, закричите «Халилюя!». В-третьих, и на это я хочу обратить особенное внимание, заботы, беспокойство, переживания особенно токсичны. Запишите, если вы конспектируете, если можете запомнить, запомните. Я скажу даже больше. Если вы пришли запомнить одну вещь, запомните то, что я сейчас скажу. Заботы, беспокойство, переживания по-особенному токсичны для атмосферы чудес, знамений и сверхъестественного в целом. Я повторю это еще раз. Заботы, переживания, беспокойства по-особенному токсичны, особенно разрушительны в атмосфере чудес, знамений и сверхъестественного в целом. Вы, может быть, удивитесь тому, что я скажу следующее. Через все священные писания, от книги «Бытие» до книги «Откровения», золотой ниточкой прописан один принцип. Никогда чудеса не происходили там, где была истерика, там, где было беспокойство, там, где были заботы. Продолжение следует...